друзья всем привет у нас сегодня с утра спешка как-то день не заладился отвез надюшу с алисой в садик надюши на работе тая активно сопротивляется капризничает там то нету одели то еще что-то вот час на дома там с лерой попробуем ее одеть тоже отвезти в садик что-то двигатель меня загорелся как это называется еще я не вижу что снимаю показ у меня экран на камере в общем друзья все оптом камера сломалась и двигатель затраил это я деваться не хочет сейчас вам водички принесу сегодня два раза ходил садик отвел тая вторым разом вот команду это это не одену это не хочу одевать настроение нету я думаю как-то мультфильму влияют это села сейчас мы телевизор редко смотрим а детвора вот мультики смотрят мультики мультики вот все таки как хорошо было до моем детстве один мультик день еды там примерно в обед один мультик покажут вот но утром перед школы там всем 15 кому был какой-то мультфильм вот воскресенье в гостях у сказки козлята вы сегодня пьете до экран вообще белый ничего не показывает бог вчера дрались из-за воды вчера из-за воды дрались как и понял да вас запас еще не кончились каждый день воду лью до каждый день выпиваете сейчас еще мультики такие все про колдовство волшебство ни один мультфильм не обходится там феи от эти все такое что куда ни ткни это все мистика дети на этой мистике растут это очень конечно плохо это я вот и мультики она проснулась командует и потом мультики вот садик выключил говорит сегодня будешь наказана без мультфильмов будешь вот садик виду она плачет вот ты мне включишь ты мне включишь привет так он зашел сказать привет петчик не пора пикировать все всех развез животных накормил с попугами поздоровался теперь можно покушать друзья если честно вообще есть не хочется я получается с позавчерашнего вечера то есть вчера я совсем не кушал и позавчера вечером вот я поужинал часов на 6 и все больше не ел вот только будет завтрак то есть получается сколько ну больше чем полтора суток на на без еды и есть совсем не хочу главное чтобы рядом кто-то не ел ну надо покушать вот надо в павловск если буду фикс прайс зайти там по моему набор отверточек был маленьких наверное буду разбирать видеокамеру вот этот который сейчас снимаю потому что экран погас полностью он давно уже начал выделываться но я понял на соньках это вообще в целом проблема потому что я вот часто нахожу объявление что не работает экран вот замена шлейфа вот у меня к этой камере должен быть шлейф я я надеюсь сейчас ну разобрать не смогу потому что мать верточки такой хотя где-то была маленькая твердочка может попадется на глаза я сегодня одну там нашел но она великовата маленькая но она великовато для этой камеры вот вот друзья тыквенная кашка по-моему молочка у меня нету да да молочка нету к сожалению так что поем тыкву просто тыкву поем на завтрак ну на обед тут же можно будет нормально покушать сейчас тыква чтобы как бы запустить все там все процессы думаю надо будет повторить еще раз пост сейчас несколько дней может недельку это самое посмотрим есть что было угроза смотрел прогноз в группе в атаманской опять извиняюсь друзья я думаю завел собаку держи и на поводке почему почему друзья нету собаки у меня потому что надо обеспечить всеми условиями вольер там или что там чтобы как-то это сама так вот собаку завести чтобы она бегала до улице там до соседей бегала ругаться потом соседями ну зачем это надо у нас страна знаете такая вот даже может овчарка бежать без на морде к без ничего вот на прогулочку вышла и бежит да и дети маленькие идут а собака больше этих детей и вот у нас еще там потом защищают собак то вот может выйти там отец чей нибудь бывают такие случаи что выбери там эту овчарку там но есть охотники там или застрелит или там еще чего-нибудь и потом еще тяжбы там жалобы пишут что вот эта собака никого не кусала чё она там не кусал там от одного вида уже ужасается хорошо что никого не укусила у нас в россии это нормально когда вот собаки ходят по улице огромные всякие разные вот такая друзья у меня тыквенное пюре в общем скажем так детское питание сегодня на завтрак когда голодаешь нельзя сразу начинать тяжелой пищи особенно жирной потому что жиры сразу начнут усваиваться поэтому надо как-то что-нибудь первый день после поста кушать что-нибудь постные фрукты овощи там такое жирного по минимуму потому что вот если ты поголодовал да попастился потом сразу что-нибудь жирное съел и жир сразу усваивается что не есть хорошо поэтому надо как бы вообще придерживаться конечно такой пищи то я уже разбаловался какая тыква вкусно вообще без сахара без ничего какая вкуснятина что хочу сказать друзья самочувствие поделиться какое у меня самочувствие ночь я скушаю я не скушаю голодный вот вчера вечером когда все ели вокруг меня мне тоже хотелось есть понаготовили всякого разного самочувствие честно скажу легкость у меня легкость где-то вот ну с утра если такое легкое чувство голода а в руках ногах как бы реально знаете прямо легкость и сегодня утром проснулся самочувствие отличное просто отличное не знаю там ну пожилым людям наверное нельзя так проститься надо как-то может быть как раз кашку если люди в воду добавляют немножко меда совсем чуть-чуть там чайную ложечку на стакан воды вот и немножко лимонного сока что как бы но легче переносить что ли ну и из меда это сахароза это питание для мозга все равно какая-то поддержка для сердца бывает вообще сухой пост даже воду то есть сутки даже воду не пьют я по-моему когда-то один раз пробовал так но летом так наверное нельзя потому что жарко вода испыряется а по домам идите в общем вот друзья что у меня случилось с экраном это вот на моей Соньке это вот она моя любимая камера на данный момент у нее 50-кратный зум это друзья не каждый бинокль так может приблизить вот видите там иногда раз что-то появляется ну зависает но оно поначалу как бы было совсем немного сейчас все чаще и чаще в общем там что-то со шлейфом а на этой камере она у меня страдалится вот она вся побитая вот это на ней тут вот видите это пятно от болгарки по-моему это вот я под машиной лазил упала вот но это стекло оно наклеено оно еще и лопнуло а когда оно лопнуло что ж такое то есть это трещина ее слабо видно но и видно а вот это стекло рядышком оно тоже все полопанное потресканное вот видно на круглом стекле сейчас трещину видно видите друзья это тоже меняется такое стекло у меня есть а эти я уже три поменял это уже третье стекло здесь наклеено надо заказать на Алиэкспрессе неплохая камера правда звук не очень два экрана на ней вообще прикольно это как-нибудь расскажу надо обзор я делаю отдельно отдельно короче заговаривать ладно друзья на улице немного зябко у нас так Надя говорила для цветов что-нибудь сделать на стену я сейчас сейчас а что ж сейчас надо трубу найти даже не знаю какую диаметром что у меня мне-то надо обрезки я вспоминаю школу друзья в школе у нас были такие интересные на стенах для цветов такие штучки я хочу как в школе сделать у меня к сожалению весь металлолом заканчивает вот это наверное толстая я не знаю как это это наверное очень толстая труба конечно это очень толстая это очень тонкая и тут толстая да но потоньше этой хотя бы вот такая да она у меня по-моему одна хоть на металлолом едь куда-нибудь выбирай так секундочку в теплицу надо сейчас землю подготавливать для рассады чтобы сажать чтобы пикировать рассаду я думаю что на днях высею помидорчики баклажаны они быстрее перца растут новых дыр не появилось в тепличке вот вот то что надо я чего-то ой не знаю прям не знаю друзья но здесь вот второй ярус я делал сейчас у меня здесь пустые мешки лежат ну я их складывал они там для мусора идут или там для растопки котла сейчас я котел отключил и я вот смотрю вот эта труба конечно поменьше потоньше здесь а труба это стеллаж я хотел делать стеллаж два яруса то есть я его забетонировал вот у меня один стеллаж вот здесь я пикировал на нем ну и пикирую и я думал второй ярус но что-то он себя не оправдал туда лазить неудобно как-то может быть неправильно он сделан я там сделал у меня есть ступеньки такие вот из уголка сварил но они тяжелые таскать не очень но задумка была чтобы здесь была рассада и там ну туда не налазишься друзья очень неудобно в общем я второй ярус передумал делать когда я это все делал сейчас думаю может эту трубу использовать она у меня шла вот я накрывал вот так вот рассадку тепличка в тепличке была ну тоже оно себя не оправдало так вот видите оно домиком вот я делал вот так вот у меня пленка была сверху тут у меня доска лежит вот здесь натягивал веревку и вот и получается внутри теплицы была такая тепличка под рассаду но оно себя тоже не оправдало совсем я думаю вот с этими трубами может использовать сейчас еще поищу если не найду вот эта труба пошла бы по назначению моя задумка какая можно еще конечно меньше где их взять я пришла прямо сейчас пришла классная идея я думаю что идея классная сейчас